Здравствуйте, уважаемые курсанты, обучающиеся. Сегодняшняя тема лекции – методы профессионально-психологического тренинга сотрудников ОВД и принципы его организации. Данную видео лекцию подготовил преподаватель кафедры профессионально-психологической подготовки и управления ОВД капитан полиции Марашева Амира Жумашевна. Данная видео лекция состоит у нас из трех вопросов. Первый вопрос – это профессионально-психологический тренинг. Второй – методы профессионально-психологического тренинга. И третий вопрос – принципы профессионально-психологического тренинга. Итак, центральным звеном, стержнем, определяющим специфику психологической подготовки сотрудников, являются методы ее поведения. Здесь имеются в виду приемы, с помощью которых развивается и достигается необходимый уровень психологической подготовленности, позволяющий эффективно выполнять оперативно-служебные задачи. В последнее время все большее значение в организации психологической подготовки и приобретает использование профессионально-психологического тренинга сотрудников органов внутренних дел. Итак, профессионально-психологический тренинг представляет собой систему целенаправленных тренировок и упражнений, позволяющих эффективно развивать профессионально значимые качества личности сотрудника. Данный тренинг предполагает также владение сотрудником системой соответствующих психологических приемов, повышающих эффективность его профессиональной деятельности. Для проведения психологической подготовки используют следующие основные методы профессионально-психологического тренинга. Это тренинг познавательных качеств, коммуникативный тренинг, ролевой тренинг, психорегулирующие тренировки и психотехнические игры. Итак, остановимся на каждом. То есть это у нас первый тренинг познавательных качеств. То есть к тренингу познавательных качеств относят тренинги по развитию профессиональной памяти, профессиональной наблюдательности и накоплению опыта профессиональных восприятий, тренировки по развитию профессиональной чувствительности. Следующий это коммуникативный тренинг, заключается во владении навыками установления психологического контакта и доверительных отношений, осуществление психологического воздействия на лиц, представляющих оперативный интерес. В процессе решения оперативно-служебных задач сотрудникам приходится выполнять различные роли. Умение перевоплощаться, маскировать и мотивировать свое поведение необходимые компоненты профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел. И здесь большое значение играет ролевой тренинг для выработки соответствующих качеств. Навыки ролевого поведения развиваются путем осуществления ролевой гимнастики, специальных упражнений и приданий речи и неречевым средством внешне выраженных признаков, соответствующих заданной роли. В процессе решения оперативно-служебных задач сотрудникам приходится выполнять различные роли. Умение перевоплощаться, маскировать и мотивировать свое поведение необходимые компоненты профессионального мастерства сотрудников ОВД. И здесь большое значение играет ролевой тренинг для выработки соответствующих качеств. Навыки ролевого поведения развиваются путем осуществления ролевой гимнастики, специальных упражнений в придании речи и неречевым средствам внешне выраженных признаков, соответствующих заданной роли в развитии способности к импровизации при применении этих средств. Для владения навыками саморегуляции эмоционально-волевых процессов используются психорегулирующие тренировки. Эти тренировки направлены на владение навыками использования простейших методов саморегуляции, позволяющих регулировать эмоциональное состояние личности, снимать излишнее напряжение, создавать определенный положительный настрой в деятельности сотрудника. В эту же группу относят и аутогенную тренировку о владении приемами волевой саморегуляции. Следующие это у нас психотехнические игры, то есть крайние методы. Это эффективный метод психологической подготовки сотрудников, применяемый для формирования определенных качеств средствами игрового поведения. Психотехнические игры предусматривают выполнение определенных ролей взаимных действий, на основе которых складываются ситуации, психологически близкие к практическим, имевшим место в действительности. Среди методов психологической подготовки можно выделить и метод психологического анализа, и решение практических задач, достоинством которого является реальная проверка уровня профессионально-психологической подготовленности сотрудников. Решение практических ситуаций позволяет сотрудникам применять полученные практические знания, навыки и умения в оперативно-служебной деятельности. Сложность и ответственность этих задач, а также содержание и содержание пути осуществления профессионально-психологического тренинга определяет высокие требования к организации и методике его проведения. При осуществлении профессионально-психологического тренинга также необходимо руководствоваться определенными принципами. В качестве принципов выступают следующие – это научная обоснованность и целесообразность тренинга, профессиональная направленность тренинга, систематичность и последовательность в его проведении, сознательность и активность обучаемых и доступность подготовки. Итак, вот в следующих слайдах вы можете посмотреть данные принципы организации. Это научная обоснованность и целесообразность применяемого комплекса, профессиональная направленность тренинга, систематичность и последовательность проведения профессионально-психологического тренинга. Вот следующий – это принцип сознательности и активности. И так, подальше у вас принцип доступности. Так, все эти принципы вы здесь можете прочитать самостоятельно, просмотреть. Да, и вот заключением хотелось бы сказать, что одним из важных условий эффективной организации профессионально-психологического тренинга является знание сотрудников своих собственных резервов уровня развития профессионально значимых качеств личности. Это позволяет ему правильно определить программу подготовки, концентрировать свои усилия в нужном направлении. Существенную помощь здесь сотруднику может оказать использование определенных простых психодиагностических методик, которые представляют ему возможность лучше познать свои психологические возможности. На этом наша видеолекция заканчивается. Спасибо всем за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok